Всем привет, меня зовут Ушел, и сегодня у меня на обзоре механическая клавиатура Pantheon T5. Рынок бюджетных механических клавиатур в России, наверное, самый густонаселённый. Тут и бюджетные модели от Red Square, и есть борды от Z-Gaming, и куча ещё клавиатур от других брендов 2-го и 3-го эшелона. В этом обзоре мы поговорим об достаточно бюджетном решении от компании Pantheon. Поэтому давайте попробуем найти выгодные моменты в клавиатуре, которые продаются за 200 небольшим тысячи рублей. Начнём поиски традиционно с упаковки. Клавиатура T5 далеко не первый продукт у меня на обзоре от компании Pantheon. Я уже хорошо знаком с их оформлением коробок. В целом, ничего, но вот что за три свеча под пропеллом? Странный способ описывать чири-тип стабилизатора. Сзади же описаны основные моменты клавиатуры, которые производитель решил отметить. Комплект поставки нельзя назвать богатым, в него выходит сама клавиатура, что логично, и небольшая инструкция. Если говорить про дизайн клавиатуры, то скажем так. Классический строгий дизайн по типу скелетон. Верхняя часть это окрашенный в чёрный цвет алюминий, с логотипом компании над стрелками. Над блоком Numpad есть светодиоды-индикаторы, которые загораются синим при включении капса, скролла и нумлока. Больше особо про дизайн и нечего рассказать. Борт как борт. Нижняя часть выглядит тоже весьма просто. Две большие резиновые ножки спереди, два небольших пластиковых выступок под пропелом, чтобы клавиатура не прогибалась при печати, и четыре пластиковые маленькие ножки сзади. Почему нет резинок сзади, мне не совсем понятно. Зато на выдвижных ножках есть резинки. Высота регулировки одноступенчатая, и угол меняется заметно. Несмотря на простую конструкцию, клавиатура не скручивается, и при попытках её скрутить ведёт себя тихо. Подгонка деталей корпуса и их обработка на хорошем уровне, хотя стык алюминия и пластика всё же ощущается чуть сильнее, чем хотелось бы. Раскладка клавиатуры самая обычная, так что тройных пробелов или каких-то других извращений тут нет. Тут есть длинные шифты, длинный бэкспейс, одноэтажный энтер и несмещенный ряд кнопок F1-F4. Так что все пожелания геймера вроде учтены. Кикапы у Pentoon T5 выполнены из ABS пластика с применением технологии двойного литья, то есть ABS даблшот для тех, кто понимает термины только на английском. С одной стороны это хорошо, так как капы не крашены, и из-за этого они будут служить заметно дольше обычных. Но вот с другой стороны шрифт, скажем так, на любителя. Всё-таки нюансы при двойном литье сильно ограничивают потенциальный выбор Typeface. Ну и ещё один минус этого решения заключается в том, что подсветка немного проигрывает обычным крашеным капам, как по яркости, так и по равномерности свечения. Ну и конечно жалко, что капы сделаны из ABS пластика, а не из PBT. Но всё-таки надо наверное помнить про цену клавиатуры, и ожидать в такой ценовой категории PBT, мне кажется, было бы неразумно. Те капы, что есть, неплохие. Качество литья нормальное, у них обычный и привычный OEM профиль, а толщина стенок составляет 1 мм. Да, не самые толстые в мире стенки, но я видел и потоньше. Ещё один спорный момент, по крайней мере, на мой взгляд, заключается в выборе марки свеча. В Pantheon T5 стоят свечи Aotemo, которые в комьюнити зарекомендовали себя как не самые надёжные. Когда я спросил представителя компании, на основании чего был сделан выбор в пользу именно Aotemo, то последовал ответ, что они узнавали, что стоит в китайских интернет-кафе, и спрашивали, есть ли у тех клав проблемы с живучестью. По всей видимости нет, ибо Aotemo свечи оказались и в T5. Ну и конечно компания был принят во внимание и вопрос цены. T5 должна была вписаться в 3000 рублей в российской рознице, а с Gatoron или Kale это, видимо, было сделать не так просто. Про надёжность мне сложно судить, у меня клавиатура на обзоре около недели, а для ресурсных испытаний у меня нет ни оборудования, ни времени. Так что поверим производителю на слово, и будем считать, что свечи отходят свои 40 миллионов нажатий без проблем. Но ресурс ресурсом, а каковы ощущения нажатия? Наверное, проще всего сравнить эти свечи со свечами Kale. Не с боксами и не с оптическими, а самыми обычными. Если свечи Kale 2016 года был ужасен, а свечи, скажем, 2018 или 2019 года уже стал похож на Gatoron, то вот Aotemo Red это где-то 75% от того, чем стал Kale 2018 или 2019 года. То есть песка при нажатии нет, но чувствуется, как шток трётся, и чувствуется, что трущиеся поверхности не супероднородные. В общем, такое решение уже не бесит, но ещё не радует. В плане однородности нажатий у меня на клавиатуре вроде всё неплохо, но вот кнопка T явно нажимается чуть проще, чем остальные. Рандом упругости пружин, видимо, Aotemo так и не удалось вылечить. Не удалось вылечить и горизонтальный люфт с тема, который до сих пор, мне кажется, великоват. Конечно, при печати особо это незаметно, но всё же хочется более точной подгонки деталей свеча. В качестве стабилизаторов Pantheon T5 ставит стабы Cherry Tipo. То есть это два мнимых свеча, соединённых между собой скобой. Выполнены они неплохо, и учитывая цену, отрабатывают на самом деле они гораздо тише, чем я ожидал. И, наверное, отдельно надо похвалить то, насколько мало люфта в стабах. Пробел и другие длинные клавиши практически не ходят туда-сюда. А это реально было приятно видеть в клавиатуре за 3000 рублей. И сейчас, я думаю, самое время поговорить про печать. Сначала я дам вам послушать набор текста, а потом чуток поделюсь своими впечатлениями. В общем, наслаждайтесь набором абракадабры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну а теперь обещанные впечатления. Самой большой проблемой Pantheon T5 можно назвать резонанс верхней пластины. Этот звон перекрывает все другие шумы, и, откровенно говоря, это сильно печалит. Как я говорил ранее, стабы пусть и не самые тихие в мире, но, учитывая, сколько стоит клавиатура, критиковать их я особо не буду. Ну и про свечи я уже тоже всё рассказал. При наборе текста я не чувствовал дискомфорта из-за них. Да, было не так приятно, как на HyperX Origins, но, опять же, учитывая, сколько стоит клавиатура, то, наверное, нормально. В плане игры всё гуд. С наушниками резонанса я не слышал, но и с одновременным нажатием тоже проблем не будет. Тут полный NK Rollover. Теперь очень кратко про подсветку. Тут она зонная и выглядит, скажем, на 4 с минусом. Диоды выдают не самые насыщенные цвета, хотя, в принципе, они достаточно яркие. Ну и равномерность свечения могла бы быть и получше, но тут уже больше зависит от капа, чем от диода. В инструкции описан процесс кастомизации свечения, но, забегая вперёд, скажу, что возможностей тут не очень много. Кабель на Pantheon T5 я бы назвал самым обыкновенным. Он в оплётке, достаточно длинный и, в целом, средней гибкости, если говорить про решение клавиатур. Больше-то про него и нечего сказать. Выходит, он из центра корпуса, а система каблеменеджмента у клавиатуры не предусмотрена. Софт у клавиатуры T5 отсутствует, и вся настройка осуществляется посредством комбинации клавиши FN и ещё какой-нибудь клавиши. А какой написано в инструкции. Поэтому лучше её не терять и не отдавать на съедение собаки или пираньи. Впрочем, если всё же с инструкцией случилась беда, то её всегда можно будет заново скачать с сайта производителя. Ну вот и подошло время делать кое-какие заключения. Рассматривать Pantheon T5 нужно исключительно с учётом цены. Ведь если отбросить цену, то на рынке есть клавиатуры, которые выглядят лучше, печатать на них приятнее, и у них будут ставить какие-нибудь оптические гетероны, а не красные Outemu. Но если смотреть на продукт с учётом цены, то всё в принципе встает на свои места. Красные Outemu это неплохое начало для познавания мира механических переключателей. Дёшево – да, но сказать, что это лютый трэш по типу старых кейлов, я тоже не могу. Ценой можно оправдать и ограниченную подсветку, и возможно не самый яркий дизайн клавиатуры. А вот отсутствие резиновых ножек сзади – это косяк, но его обещают исправить в следующих партиях. Акустический клавиатур у меня тоже немного огорчило. Резонанс верхнего плейта уж слишком явно заметен. Да, конечно, при игре в наушниках, как бы пофиг, но я вот набираю этот текст, и у меня уже в ушах немного звенит. Зато клавиатура очень прочная, она не хрустит и вообще никак не скручивается. Так что, пожалуй, вывод такой. За две с небольшим тысячи рублей – это неплохой вариант для начала знакомства с миру механик. Тут можно будет без проблем заняться моддингом и посмотреть, как устроены стабы, как их смазывать и какой это даёт эффект. Ведь даже если что-то испортишь, будет не так жалко. Всё-таки Pantheon T5 – это не кастом за 1000 баксов, а всего лишь механика средненачального уровня за 40. Ну и, пожалуй, на этом я закончу этот обзор. Сегодня снова с вами был я, Тушел. Всем пока и до новых встреч на просторах ютуба.